Иди делай видео! Нет, я больше не хочу! Иди делай видео! Не надо! Не надо! Привет, мои адекватные и абсолютно разумные жители Арканара! С вами я, ваш верный друг... Да, мы сегодня будем осматривать игру под названием Шрек 2, и ничего вы с этим не поделаете, это мой осознанный выбор! Бэбэй, а может, сделаешь ролик по Готике 3? Или по вампирам, или на худой конец про проклятые земли, которые у тебя вот прямо сейчас в Гоге установлены? Просто бери и играй! Не, я лучше поиграю в Шрек 2. Ой, пожалуйста! Ну и не нужно! Все, испытали дольку ностальгии и хватит. А то еще передознетеся, а мне потом Страволт и вас из комы выводить. Игра начинается с предыстории, где нам рассказывает про Шрека, Фиону и их закадычного братишку-осла, который все пытается осадить рассказчика. После рассказа мы наблюдаем, как осел чилит на болоте, попивая буржуйскую пинаколаду. Этот момент неплохо так раскрывает осла и показывает его как ленивого прожорливого капиталиста. Вдруг приезжает Шрек с Фионой, и только хотят раздать ослу пару поджопников за капиталистический образ жизни, но парно-копытно использует приемы НЛП и переводит внимание на актуальные болотные проблемы. Черт, и что тут произошло? Вот что тут произошло! Смотри! Солдаты опять пытались арестовывать волшебных существ! Представляешь себе? А еще тут прямо деньги на дороге валяются, их всех надо собрать и потом отдать. Работяги с раскрытыми ртами слушают и получают свою долю лапши на уши. А мы, в свою очередь, лишний раз понимаем, что игра совсем не про сказочный мир. После небольшого словесного поноса и новости, что им надо ехать далекое-далеко на их свадебный бал, мы так и начинаем геймплей. Боже. Вот вроде бы сто лет не играл в это произведение искусства, а ощущения такие же, как и в первый раз. О, а вот и знаменитый Шрековский сральник. Жаль, конечно, что в него нельзя зайти, но мы хотя бы можем постоять рядом с ним и полюбоваться на этот архитектурный щедевр. А в это время все играет тот самый саундтрек. Собирая монетки, упражняясь в болотной борьбе и прыгая через препятствия, мы постепенно проходим профессиональную подготовку и из болотного грязного холопа превращаемся в сотрудника ГРУ. Меня зовут Рой. Я фея сохраненных игр. Эээ, не-не-не-не-не-не-не-не, тут такая озвучка не подходит. Такого персонажа надо озвучивать только вот таким голосом. Меня зовут Рой. И теперь я фея сохраненных игр. А еще... Я люблю сидеть в парке и фотографировать детей. Вот тут мы натыкаемся на главную фишку игры. Зелье. Лупасить врагов, конечно, весело, но не меньше рофлов приносят скляночки с разнообразной мутной жижей сомнительного происхождения. Что они делают, я вам попозже покажу. Наконец-то мы доходим до плаката розыска и срываем его. И да, это местные коллектаблсы. За каждые три плаката мы попадаем в бонусный уровень с монетками, который я так полностью никогда не проходил. До этого момента. Что ожидает в конце этих уровней, я покажу вам в конце видео, так что не переключайтесь. После того, как мы завершаем болотные дела, герои отправляются в путешествие на карете. Но как это обычно бывает, случается казус в виде коллекторов Тинькофф банка, который получает от нас знатных шрековских пиздюлин. И это наше первое ограбление. А затем воруют колесо и рофлят над огром, играя в собачки. Пока Европа защищает беженцев и меньшинства, тот, кто нуждается в помощи больше всего, выживает из последних сил. В награду за победу над негодяями осел дарит нам в подарок ящик чоколадок, тем самым спонсируя шрековское ожирение. Наша гоп-компания с успехом доезжает до далекого-далека, и они знакомятся с предками Фионы. Ее родители, конечно же, ожидали, что зять будет нефтянником или накраняк лыцплеером Майнкрафта, но на деле он оказался обычным лысым безработным обзорщиком в сратах и гор. Надо ли говорить, что Шрек не оправдал их ожиданий? Прямо как в жизни! Короче, отношения с роднёй не выдались, и по такому поводу батя Фионы заманил Булдыгу в ловушку в тёмный лес. Под предлогом совместной охоты на фурии. Когда осёл с зелёным красавчиком пришли на место встречи, никого не было. И они не нашли лучшего варианта, кроме как разделиться. Великолепный план! Теперь мы играем за осла. И честно вам скажу, это мать его весело! Лес полон опасностей. В частности, тут обитает призрак коммунизма в лице поехавших колхозников, которые слово «еда» видели только в фантастических книгах братьев Стругацких. Ха! Вообще-то жареная слинышка! Это вкусно! Бить этих несчастных весело и задорно. В игре-боёвках эти проста, но сделаны со вкусом. А импакты от ударов чувствуются даже лучше, чем в этих ваших файтингах про генетических выродков. Так, теперь пора поговорить за зелье. Их тут приличное количество, и у каждого эффект совершенно разный. Допустим, тут я кидаю зелье уменьшения. О, те какие вы маленькие, чибики! А тут эликсир с ароматом немытого двочера. Ой, бежим, тут воняет! А с любовного зелья так вообще фальцетом проорать можно. Я же не думал, что так хорошо-то бывает. Я ж с тобой хоть на край света. Ты милый! Вот что будет, когда я сделаю кратко про МГС 2. Осёл, чей интеллект примерно как у фаната Дарлинг Индфранкс, ведётся на надпись «Бесплатная еда». И попадает в ловушку. Но хорошо, что рядом был его верный друг Шрек, который мигом раскулачивает крестьян и освобождает Додика. Хотя лично я оставил бы осла тут на съедение убогими, потому что гиперактивный друг-аутист — это горе в семье. Радость была недолгой. Внезапно на нас из темноты выпрыгивает... Пират-галожа. Что? Босс-файт с ним достаточно простой и примитивный. Прямо как Игорь Кодзимы. Нам надо всего лишь уворачиваться от его атак и лупасить по земле, когда он перебегает между пнями. После драки кот блюёт на землю и становится нашим товарищем. Точно так же в своё время скрифанились Гитлер и Хирохито. А действие игры плавно переходит на химическую фабрику «Крёстные феи», где Шрек хочет получить зелье, счастье, дабы с Фионой всё было. Чики-блики! 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 Но поскольку фея по своей натуре мразь, жлоб и собака спидозная, она отказывает няши-стесняши, говоря, что ютуберы «Да не могут жить долго и счастливо!» «Прямо как в жизни!» Но наши ребята упертые и поэтому решают грабануть фею. Теперь мы играем за Нека. Конечно, у него нет функции полизать свои бубенцы. И очень жаль! Но тем не менее играется он как самый настоящий кот. «Я так, ну, так изящен, что у меня какие-то лазерные лучи». Доходим до комнаты с зельем, забираем его, случается казус. Кот со Шреком, наконец, ведут себя как разумисты, кидают осла и убегают. А мы теперь должны пробежать весь этот уровень задом наперёд, потому что это очень весело и задорно. «Мы, бригада, плюём на закон и даём фее на клыка». Шрек и осёл на двоих выпивают волшебную чекушку и понимают, что эффекта нет. Их даже не развезло. Со злости кек устраивает в ближайшей деревне ад Израиль, попутно превращая разбойника в блинчики и рассказывает пацанам про свою вайфу. «Она самый нежный, самый прекрасный цветочек на свете». Но игра про Шрека не была бы игрой про Шрека, если бы тут не было пары шуточек категории «Г». «Шрек, что? Это был кот». «Клевета». И тут случается твист. Оказывается, зелье сработало, и Грек со слом стали самыми настоящими красавцами, прям как из аниме. Однако в этом мире аниме под запретом, и поэтому их всех сажают в тюрячку. Конечно, втроём они могли бы обернуть всё это в свою пользу, сделав осла петухом и избивая его за деньги на стримах. Но Шэш прекрасно понимал, что каждый ауешник по натуре своей «Петушок, петушок». И такой расклад его вряд ли устроил бы. Поэтому они втроём замышляют побег в стиле побега из Шоушенка. Далее нас ожидает забег за каждого из троих челобранчиков. Сначала мы прыгаем и избиваем рыцарей платвой, затем котом в кирзачах носимся по сточным канавам, и под конец уже будучи красавцем-шмяком рубим рыцарей налево и направо. Тут кто-то спросит, а это разве нормально, что выклеили детей столько жестокости и убийств? На что я вам скажу, что убийство в сказочном мире не считается убийством. Они как бы умерли, но на самом деле не умерли. Прямо как Гитлер! В конце каждого из забегов мы встречаемся лицом к лицу с каким-то ментярой, которого наши герои дырявят так же быстро, как Дилла Кокёйна, Дона Ван Гатса, а Нетфликса ведьмака. Но экшен на этом не останавливается. Мы садимся на плечи огромного тульского пряника и устраиваем теракт волшебной столицы, ломая палатки и кидая трамваи с живыми людьми. Спешу вас успокоить, что тамошних людей не жалко. Они все ехали в раздел «Джаст-чаттинга» на Твичи, чтобы посмотреть, как какие-то левые курвы без таланта и харизмы стримят свои филейные части ради баблишка, который им с радостью кидает малолетние сперматоксикозники. На печеньке добираемся до замка, где снова убиваем множество работяг и встречаемся лицом к лицу с пожилой летающим разью. Босс-файт не так же прост и примитивен, прямо как моё чувство юмора. Нам надо отбивать её магические удары, а затем кидаться в неё всякими вкусняшками и хрумками. Уверен, что в Африке эта игра была известна, как околополитическая военная драма. А ещё фея периодически унижает нас, превращая в фифера. После того, как мы напичкаем все дырки крёстной едой, она лопнет, обдав всех присутствующих радиаций, из-за чего Шрек с ослом превращаются обратно в облучённых уродов. Кажется, я стал красивее. И у меня появился рак яичек. Шрек, как насчёт того, чтобы запереться где-нибудь в тёмном месте и вместе пересмотреть аморальный грабёж? Это был Шрек 2, и да, я знаю. Вместо того, чтобы заниматься серьёзными играми, Бубуй делает ролики по каким-то рандомным поехавшим и горем. Но я хочу, чтобы вы знали, на самом деле всё так и задумано. Есть много вещей, которые я хочу вам рассказать. Какие планы у нас, и что вас ждёт в дальнейшем. Но так уж вышло, что наши желания и мотивации меняются каждую неделю, каждый день, каждый час. И если я вам вдруг скажу, что в дальнейшем выйдет ролик по То есть огромная вероятность, что этого не сбудется. И вместо той игры внезапно выйдет ролик по Ведь мы просто додики, которые никогда не могут следовать заданному курсу. Так что пусть всё идёт своим чередом. Я могу лишь сказать вам, что рано или поздно каждый из вас в той или иной мере будет удовлетворён. Я постараюсь это устроить. А на сегодня всё. С вами был я, ваш беспечный Шалопай. Пробеги по этому месту и собери все монеты, сколько сможешь. Это тебе не игра, время ограничено. Внимание, марш! Отлично! Хопа! Опа! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok